В данный момент в отношении меня вчера было подписано и направлено дело в Останкинский суд по 282 той самой русской статье. Суть обвинения сводится к тому, что после запрета движения Славянский Союз в 2010 году мною была создана некая группа, которая так и написано занималась организацией спортивных мероприятий с пропагандой здорового образа жизни, что по версии следствия уже образует состав преступления в плане продолжения деятельности запрещенного объединения. То есть какое бы объединение после запрета Славянского Союза я не создал, фактически это и есть продолжение деятельности независимо от того, чем вы занимались. Но если так сказать перевести на русский язык, я фактически был ограничен в своем конституционном праве создавать новые движения и быть избранным в руководящие органы. Мы будем в суде доказывать нашу невиновность. Славянский Союз запрещался в гражданском суде. Никакого экстремизма за 11 лет выявлено в нем не было. Это говорит о том, что он не в уголовном слушался, потому что экстремизм у нас уголовно наказуемое деяние. А лишь обнаружены некие признаки, которые по версии следствия после запрета этой организации якобы другая группа, которая собралась и занималась спортивными мероприятиями, изменив название, символику и руководящий состав, она является продолжателем деятельности. Причем преступного никакого умысла они не доказывают. Они просто говорят, что да, вы спортом занимались, но вы нарушили запрет о деятельности, а ваша организация переименована с целью уйти от уголовной ответственности. Но это абсурд, это в принципе любого человека можно судить тогда.